В регионе посчитали 15 тысяч ульяновцев страдают бронхиальной астмой. Причем как дети, так и взрослые. Можно ли жить с этой болезнью полноценной жизнью? И на что в первую очередь стоит обратить внимание при лечении? Рекомендации специалистов. Репортажи Ирины Шмыговой. Александра, дышим спокойно. Хорошо. Стетоскопия, спирометрия, всевозможные анализы. Обследование у специалистов Наталья Степаненко проходит дважды в год. Бронхиальную астму женщине поставили в детстве. С тех пор сильный кашель, отдышка и приступы удушья. Конечно, это мешает жить, потому что какие-то запахи бывают, не переносишь. Может, кашель на тебя напасть, можно так сказать. Кашель вообще неудобный в маршрутках особенно. Когда начинаешь кашлять, не можешь откашлить. Чаще всего от бронхиальной астмы страдают аллергики. Триггером может стать пыль, шерсть домашних животных, продукты питания, погода и стрессы. Если бронхиальная астма уже есть, избегать контакта с аллергеном, то есть соблюдать гипоаллергенный быт, проводить влажные уборки в квартире, избегать контакта с домашними животными. Если уже есть, в принципе, в анамнезе аллергические реакции, ну, в принципе, завести здоровый образ жизни. Но все же самое важное в борьбе с этим недугом – своевременное лечение и прием препаратов строго по инструкции. Каждый месяц данные пациенты обращаются к нам для выписки льготных лекарств, которые положены по федеральной льготе. То есть с этим проблем обычно никогда не возникает, все прекрасно происходит, в плановом порядке. Специалисты отмечают, несмотря на сложность, бронхиальная астма хорошо поддается лечению. При правильном подходе можно добиться стойкой и длительной ремиссии, достигнуть контроля над болезнью и начать жить полноценной жизнью. Ирина Шмыговая, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.